Мы с вами находимся в уникальном месте юга России. Ставропольский край расположился у подножия Кавказского хребта. Ставрополье богато целебными минеральными источниками, известными во всем мире. На территории региона есть уникальное соленое озеро Маныч-Гудила, когда-то соединявшее Черное и Каспийское моря. Но сегодня не об этом. Сегодня мы посетим несколько чудесных населенных пунктов, которые славятся своими инициативными жителями и великолепными объектами, реализованными по программе поддержки местных инициатив. Посмотрите направо. Здесь в селе с загадочным названием Марьины колодцы. У вас есть уникальная возможность насладиться спокойствием в новой зоне отдыха. А теперь мы и направляемся в село Спаское, где вы сможете реализовать свои творческие способности и амбиции в совсем скоро уже отремонтированном Доме культуры. Рома, ну мы с тобой просто прирожденные гиды-экскурсоводы. Можем создать свой экскурсионный маршрут по Ставропольскому краю. Продолжаем его создавать. Это «Время. Дело» на своем ТВ. Поехали! Здравствуйте! Вот так хором мы рады приветствовать вас в новом выпуске проекта «Время. Дело». Сегодня мы, ровно как и каждую неделю, рассказываем вам, как изменяется облик поселений и городов Ставропольского края. Как ремонтируют дома культуры, как строят новые аллеи, высаживают клумбы и так далее. И все это с помощью краевой программы поддержки местных инициатив. В субботу, 21 июля, в Невиномыске прошли собрания горожан, на которых они смогли выбрать проекты, которые хотели бы реализовать в 2019 году. Краевой центр тоже активно включился в программу поддержки местных инициатив. Хотим вам напомнить, уважаемые телезрители, что в декабре прошлого года Ставрополь впервые принял участие в программе. Удалось привлечь в город порядка 70 миллионов рублей. А участие в отборе приняли более 50 тысяч ставропольцев. Тогда определили, что в рамках программы поддержки местных инициатив в Ставрополе создадут молодежное пространство «Лофт», площадь возле железнодорожного вокзала, двухъярусный сквер по адресу Дзержинского, 4, сквер по улице 50 лет Волкайсэм, Алия ветеранов и благоустроят территорию вокруг нового ледового дворца «Арена Ставрополь». Прошло полгода и создание этих проектов победителей идет полным ходом. На прошлой неделе я увидела, как создают отличную зону отдыха и спорта возле арены Ставрополь. Поговорили о благоустройстве в прямом эфире. Сложно себе представить, но буквально год назад на этом месте был пустырь. Теперь за моей спиной ледовая арена европейского уровня. Масштабные крупные соревнования, ледовые баталии здесь будут проходить, но это чуть позже, а пока ледовый дворец Ставрополь-Арена. Именно так, такое название выбрали сами жители города Ставрополя. Теперь будет доступен для всех, для всех, для всех. И подготовились к открытию очень основательно, потому что не только внутри будет спорт, но и снаружи тоже. Я сейчас нахожусь на детской развлекательной площадке, полуспортивной даже ее можно так сказать, которая появилась здесь благодаря краевой программе поддержки местных инициатив. Территорию вокруг ледового дворца тоже облагораживают, но об этом чуть позже. А пока я хочу обратить ваше внимание вот на этих замечательных спортсменах. Посмотрите, какие девочки у нас здесь. Девочки, ну продолжайте репетировать. Тренируются, занимаются явно спортсменки. Спортсменки в фигуристке. Тянут носочки. Саша, иди ко мне. Познакомилась я за эфиром вот с этой замечательной красивой девочкой Александрой. Расскажи, чем здесь сегодня занимаешься? Ну, я хочу, чтобы я стала на этом льду чемпионкой мира по фигурному катанию. Я жду, ну, я занимаюсь очень много, жду успехов своих. Почему ты решила заниматься фигурным катанием, Инна? Ну, потому что это красиво, очень ласково. Нежный спорт, и красивый, и женственный. Такая женственная у нас девочка сегодня. Саша, вот Ледовый дворец скоро откроется. Замечательный, прекрасный, европейского уровня просто. Чего ждешь от него? Будешь там тренироваться? Ну да. Я хочу, ну, так же, успехов ждать, там, заниматься. Я буду, ну, очень много заниматься, чтобы стать чемпионкой мира по фигурному катанию. И чтобы на меня все люди смотрели. И говорили, какая я красивая, ну, ласковая. Молодец, Саша. Я же тебе желаю успехов в твоих начинаниях, побед. И главное, если ты поставила себе цель, ты обязательно ее добьешься. Я знаю, ты пришла сегодня сюда не одна, с руководителем, с тренером. Давай ее позовем. У нас Галина Юрьевна к нам подходит в эфир. Галина Юрьевна, расскажите, Ледовый дворец. Вот-вот уже откроется. Замечательно, долгожданный. Ждали его долго. А как эмоции по поводу открытия? Действительно, ждали очень долго. Это единственный, наверное, на данный момент большой спортивный комплекс, в котором есть все. На сегодняшний день, к сожалению, детям приходится на льду заниматься в одном месте. На хореографию ездить в другое место. И здесь у нас будет все в одном месте. И, соответственно, результаты у детей будут совершенно другие. Как появление этого спортивного комплекса повлияет на вообще развитие спорта в Ставрополье или даже в Ставропольском крае? На ваш взгляд? На мой взгляд, это будет только плюсы. Нет ни одного минуса, который я могла бы назвать. Во-первых, в этом году впервые мы приняли участие во всероссийских соревнованиях. Это отборочные и зональные соревнования первенства России. И дальше мы будем только расти и повышать свой профессионализм. Я думаю, что в будущем у нас обязательно будут возможности стать лучшим краем по данному виду спорта или по зимним видам спорта. Ну и, естественно, в планах у нас теперь появилась возможность проводить на таком большой спортивной ледовой площадке соревнования всероссийского уровня с участием олимпийских чемпионов. Разговаривали мы достаточно долго о самом ледовом дворце, о арене Ставрополь. Опять же, я напоминаю, что именно вы, уважаемые ставропольцы, выбрали такое название. Но снова хочу обратить внимание на территорию вокруг ледового дворца. Она тоже преображается, к открытию преобразится капитально. Здесь вовсю сейчас кипят ремонтные работы. Пока сложно представить, что здесь будет, но могу рассказать. Здесь будет, помимо этой детской площадки, будет спортивная площадка для взрослых, три теннисных корта. Они будут открыты всем желающим, для всех жителей города Ставрополя. И все это здесь появится благодаря программе поддержки местных инститивов. Забыла сказать, обязательно в облагораживание территории входит и озеленение ее, и 54 арт-объекта здесь тоже появятся. Сложно представить, где они будут находиться. Но вот как-то так увидим уже совсем-совсем скоро. А когда, в общем-то, мы это все увидим, спросим у нашего следующего гостя. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот программа поддержки местных инициатив пришла в город Ставрополь. Как вы считаете, насколько нужна, насколько важна она? Это очень важная программа. Основная цель ее – это вовлечь максимальное количество жителей в процесс благоустройства города. Причем не только на этапе выбора места, но и при проектировании данных объектов, и при строительстве. Потому что она предусматривает участие жителей на всех этапах. Вот я немножко уже рассказала о том, как будет выглядеть вся эта площадь, но немножко подробнее. Что здесь будет? На этой территории предусмотрено устройство трех полноразмерных кортов для игры в теннис большой. Здесь будет универсальная площадка для игровых видов спорта. Также вот мы сейчас с вами находимся на детской площадке. Тренажерная площадка, где могут заниматься как дети, так и взрослое население. Также предусмотрено устройство мест отдыха. То есть это установка малых архитектурных форм, лавочек, линии освещения. То есть это будет благоустроенное место. И также здесь будет еще и Wi-Fi. Программа поддержки местных инициатив пришла в город Ставрополь в прошлом году, в 2017. Первые объекты были придуманы, идеи подавали именно жители города Ставрополя. Так работает программа поддержки местных инициатив. Еще немножко об этой территории. Посмотрите, такие информационные стенды находятся на каждом объекте, который облагораживается благодаря программе поддержки местных инициатив. Здесь вся необходимая информация, примерный план проекта, как будет выглядеть эта местность. С учетом этого положительного опыта, в мае этого года в администрации приступили к созданию портфеля проектов, как это называют многие, списка объектов для благоустройства в 2019 году. Жители краевой столицы через официальный сайт администрации города, группы в социальных сетях и в виде личных сообщений направляли более 50 предложений и идей. Из них 30 соответствовали всем нормативам и правилам. На прошлой неделе на официальном сайте администрации города можно было проголосовать за эти идеи. И совсем скоро станут известны 10 потенциальных победителей. А после жителям и инициаторам придется отстоять на общих собраниях 5 из них. Следите за новостями. Смотрите нашу программу. Мы обязательно будем держать вас в курсе событий. Ну а теперь, Маша, вернемся к нашему туристическому маршруту по инициативным чудесам Ставрополя. С радостью готова предложить вам, друзья, вечерний тур в село с красивым названием – Марьины колодцы, что в Минераловодском городском округе. И это первое поселение округа, куда пришла программа поддержки местных инициатив. В 2017 году там создали отличную зону отдыха. Смотрим. Я как девчонка вам заявляю, геометрия нынче в моде. Я о маникюре. Но если вернуться в Марьины колодцы, здесь геометрия тоже в моде. Геометрические фигуры меня окружают. Клумбы в виде треугольников, клумбы в виде кругов. Замечательные, красивые. И, кстати, этот дизайн сделали сами местные жители. Как обычно, в маленьких поселениях Ставропольского края люди сами себе дизайнеры. И, кстати, выходит, по-моему, очень и очень красиво. А вот как выглядела эта зона отдыха пару лет назад. Заросли кустов, трава по пояс. Привезти центр села в порядок решили сами жители Марьиных колодцев. Помогла осуществить все задуманное программа поддержки местных инициатив. Кстати, Марьины колодцы – первое село Минераловодского городского округа, где был реализован проект, основанный на местной инициативе. Выбрали центр села. Ну, все это согласовывали мы с местным населением. Собрались, проголосовали. В ночное время, после полуночи, люди присутствуют здесь. Здесь освещение, автоматика срабатывает, освещение. И до утра находится освещение, и люди отдыхают. Сейчас на клумбе сухая трава, потому что стоит жара. Все-таки середина лета. Но по весне здесь потрясающе красиво. Все цветет и пахнет. На этих клумбах высажены 6 тысяч разноцветных тюльпанов. Место расположения этого сквера выбрали весьма удачным. С одной стороны, дом культуры, а с другой стороны, прямо позади меня, спортивная площадка, которая, кстати, тоже новая. Не по программе поддержки местных инициатива была сделана, но все равно очень хорошо, что она здесь появилась. И там сейчас как раз тренируются местные футболисты. Кстати, чемпионы Ставропольского края. Эта зона отдыха в центре села удачно совмещает в себе и тенистые аллеи, и ярко залитые солнцем площадки. Красота, конечно, красотой. Я здесь просто в основе от этого сквера, в селе Малин, в колодце. Но жару никто не отменял. И пока мы снимали сюжет, там на самом солнцедёке местные жители отдыхали в тени. Надеюсь, вам их видно? Красивее. Но далеко идти не пришлось. Как раз по новенькой аллее отдыхающие детского лагеря вместе с учителями спешили на мероприятие в Дом культуры. Нам очень приятно вот тут проходить. А тут раньше была свалка, наверное. Страшно было детей сюда пускать, потому что тут чего только не было. А теперь вот мы как в городе гуляем. Ну вот сколько подрастающего поколения, такие замечательные ребята, общительные. Замечательные ребята, может быть, не помнят, как раньше здесь было. Они помнят. А тут вообще свалка была, можно сказать. Ну, деревья это было бы неплохо, но там между деревьями страшно было ходить, невозможно было ходить. За клубом что было, мы всё это помним. И вот всё, вот эта вся красота для подрастающего поколения, что правильно стоит? Конечно, конечно. Вот мы их учим ценить это. Мы им часто рассказываем, как тут было, а теперь как. Надо беречь всё это, ребята. Договорились, беречь будем? Да! И это не просто слова, потому что эти дети любят своё родное село, знают его историю. Эти Марины колодцы, они ещё здесь, ну, кто-то здесь был на войне, наверху Ленина, там есть братская могила. Знаешь, почему Марины колодцы не было? Ну, потом... Потому что была девушка её звали Марья. Она была слепая и не плачетая. Она была слепая. Она была слепая. Как раз, когда последние люди, последние жители Марины колодцы уезжали, потом она умылась этой водой, и она прозрела. И если бы дети не опаздывали на мероприятие, они бы обязательно задержались в зоне отдыха на отличной детской площадке. Большие счёты для самых маленьких. Я уже представляю, как родители приходят сюда совсем маленькими ребятишками и учат их считать. Белый – раз, красный – два, синий – три и так далее. В Марины колодцах в новом сквере можно не только хорошо отдохнуть, но и провести время с пользой, вот хотя бы для малышей. Потому что здесь все эти яркие, замечательные горки-качели, они ещё и развивающие. Игру можно придумать всякую, например, развивающую. Главное, чтобы фантазии хватило. Стоит здесь этот замечательный детский городок уже год. Ещё, вот судя по всему, потому что я вижу своими глазами, ничего не испортилось, всё в прекрасном, отличном состоянии. И будем надеяться, что в таком состоянии этот детский городок простоит ещё долго-долго-долго. Кстати, местные жители рассказали мне, что вечерами, когда спадёт жара, а сегодня, ну, столбик термометров за 30 точно перевалил, так вот, когда спадает жара, здесь в детском городке просто очередь не протолкнуться. Места не хватает, вот подсказывают. Новый сквер – центр притяжения для жителей села. Мы здесь проводим праздники, Масленица, День села, 9 мая. Здесь концертная программа, у нас прекрасно работает самодеятельность в Доме культуры. Директор Дома культуры обеспечивает нас. Извне никого артистов нет, достаточно, и люди довольны своей самодеятельностью. Ну и какой вывод можно сделать? Конечно же, только один. Инициатива в селе Марьиной колодце реализована на 100%. Понаклеиваем нашу наклейку на счёты. Когда-нибудь дети вырастут, приведут сюда-сюда своих детей и увидят нашу наклейку. Кстати, местные инициативы в селе Марьиной колодце создают не только по программе. Это мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. За ним ухаживают не только перед Днём Победы. На субботниках раз в месяц убирают мусор, косят траву. А при необходимости подкрашивают сам мемориал. А вот ещё одна инициатива. Местные жители установили знак в честь служащих в пограничных войсках. В честь столетия погранвойск России. В этом году было 100 лет. И вот на День Пограничника мы открыли этот монумент своего рода. Просто как память о границе. Ну и так же собирается сюда, кто служил в погранвойсках, приезжают и с Александровского района, с Андроповского района, с Геворьевского района. Все сюда приезжают на День Пограничника. Жители села Марьиный колодцы на своём опыте знают, что совместными усилиями можно осуществить всё задуманное. И, конечно, они готовы многое сделать ради родного села. Несмотря на все проблемы – жара, отсутствие воды и так далее – жизнь в Марьиных колодцах будет развиваться, пока среди марьинцев есть небезразличные и активные люди. Наверное, немного страшно и даже рискованно принимать участие в такой серьёзной программе первыми в районе. И положительный опыт села Марьиный колодцы – отличный пример для других поселений Минераловодского городского округа, где местные инициативы ещё не развиты. Маш, полностью с тобой согласен. Кстати, а помнишь, ты мне предлагала съездить в село Спаска и посмотреть, как там идёт ремонт Дома культуры? Конечно, я помню, как можно забыть такую замечательную, прекрасную зону отдыха. Следующая точка нашего экскурсионного маршрута – Благодарненский городской округ – село Спаска. Дом культуры оставил только положительные впечатления. Ими я поделюсь в сюжете. Времени ничто не подвластно. Дом культуры села Спаска не исключение. За годы своего существования, а ему почти 50 лет, в здании ни разу не делали капитального ремонта. И вот в 2018 году с помощью программ поддержки местных инициатив решили начать замены окон. 50 лет окна не менялись. Продувало, конечно, ужасно. Всё, занавесочки у нас прям стояли хорошо. Вот, поэтому холодно, холодно. Зимой дико холодно, летом вообще ужасно жарко. Потому что всё это проходит, тем более витражи вот эти все. За какой объект голосовать, сомнений у местных не было. Опрос показал, что один из приоритетов – ремонт Дома культуры. В связи с тем, что в нашем Доме культуры участвует более 300 человек. Это дети и взрослые в художественной самодеятельности. Основные работы завершены. Во всём здании установили новые окна и витражи. Осталось только убрать старые оконные рамы, вымыть всё и повесить занавеси. Вот здесь проходят дискотеки, место большое, просторное, акустика хорошая. А ещё и теперь с большими витражами, и самое главное – отсюда не дует и светло. Это самое главное. Новые окна. Теперь заниматься творчеством в этом Доме культуры будет комфортно. Особенно в зале хореографии. Окна поменяли. Очень, конечно, конечно, конечно. Мы можем открывать, проветривать помещение. Не только проветривать, но нам очень жарко летом. Теперь нам хорошо. Надеемся, что зимой тоже нам будет тепло. Таких сквозняков уже не будет. Танцы – это не моё. Тот самый хореографический зал, где дети занимаются, рождаются новые таланты и двигаются к вершинам успеха. А это новые окна, которые появились в этом зале. И теперь в жаркую погоду, летнюю, открываешь окошко и свежий воздух. Хорошо. Не то, что было раньше. Красота. Птички поют. Свежий воздух. Так и хочется танцевать. И если с танцами у меня не очень, то у Нелли Бухаркиной дела обстоят гораздо лучше. Танцами она занимается с четвёртого класса. Всё своё детство провела в стенах этого Дома культуры. Для меня это, значит, места очень много. Каждого из нас здесь реализовывали как личность. Раскрывали кого-то здесь как певцов, как талантливых актёров. Но меня раскрыли здесь как замечательного, можно так сказать, танцора. И за это хочется сказать спасибо нашему хореографу Ирине Викторовне Космычёвой, которая на протяжении этих многих лет отдавала нам полностью всю себя, делилась с нами своим талантом, своими возможностями. И благодаря только ней, наверное, вот мы раскрыли здесь как настоящие танцоры, которые в будущем, надеюсь, всё-таки в институте, это мне очень сильно поможет раскрыться и реализоваться. Двери Спасского Дома культуры всегда открыты для жителей села всех возрастов. Дети начинают заниматься с детского сада, а старшее поколение с удовольствием приходит сюда отдохнуть от трудовых будней, попеть в хоре или ансамбле, поучаствовать в театральной постановке и просто прийти и окунуться в творческую атмосферу. Зал у нас практически полон всегда на наших мероприятиях, на наших концертах. Это 400 мест для села, это хорошо, это много, ещё и стоят, бывает больше. Жители села не только активно посещают Дом культуры, а также активно участвуют в его благоустройстве. Когда мы вышли к населению, объяснили, в чём состоит этот проект и какая поддержка от населения была. Конечно, все единогласно поддержали и участвовали. Большая часть населения финансово и безвозмездным трудом поддержка была колоссальна. Начало для преображения Дома культуры положено. На этом останавливаться не собираются. И уже в следующем году по программе поддержки местных инициатив хотят сделать ремонт во внутренних помещениях здания. Время дело покажет. Ну, Ромка, молодец, очень забавно. Нет, то есть очень хорошо. Танец просто замечательный, хореография прям. Ну, не надо смеяться, Маша, не надо смеяться. Я только учусь. Так постигаю азы танцев. Вот такие таланты ты в себе открываешь, когда посещаешь Дома культуры, да? Вдохновляюсь программой поддержки местных инициатив. Кстати, о ремонте. Ремонт – это, конечно, хорошо, но работа – это пыльно. И опять моя любимая статистика. С 2014 года более 8 тысяч человек помогли в реализации проектов своим трудом. Они помогали расчищать площадки, выходили на субботники. Отличное завершение сегодняшнего экскурсионного тура – знаменитое Новотроицкое водохранилище. Там на субботник вышли сотрудники Министерства финансов. Кстати, я тоже включилась в работу и отдохнуть успела. Субботник на водохранилище – это волшебно. Новотроицкое водохранилище. Суббота, 9 утра. Романтика. Маша сегодня в Солнечнодольске с одной большой-большой миссией. Но об этом чуть попозже. В первую очередь я, конечно же, хочу сказать, что мне выпала большая честь стать наверняка первой из неместных, кто прошелся по новой набережной, отремонтированной в рамках программы поддержки местных инициатив. Правда, она еще не доделана, но осталась совсем-совсем чуть-чуть. И так как работы завершаются, пришло время к работе такой серьезной. Я сегодня сюда на уборку пришла субботником. И у меня есть модная кепка. Пойдем. От субботника не удалось увильнуть журналистам. Работы много, подготовить почву для растений на будущее, убрать поваленные ветки и весь мусор. Хорошо оператору. Он снимает и командует. Гвоздь! Мне в пятку! Работай! Но мне больно! Больно, не больно, работай! Друзья, я просто хочу вам сказать, как замечательно работать на природе. Смотришь на водохранилище и работаешь. Смотришь на водохранилище и работаешь. Готова так работать, ну, не знаю, еще, наверное, час, потому что уже очень устала. В ботинках, в земля. Ну, ничего, настроение главное хорошее. Получается? Получается. А зачем ее кораблями так делать? Чтобы красиво было. А-а-а! Давайте я вам помогу. Тут вот еще вот-вот позабудешь. Спасибо. Друзья, как приятно почувствовать себя частью такого большого и важного дела. Как вы знаете, если, конечно, вы наши постоянные зрители, в проектах программы поддержки местных инициатив уже заложено, сколько человек, местных жителей будут принимать участие своим трудом. Расчищать площадки для того, чтобы обустроить здесь проекты. И вот на набережной в Солнечной Дольске я помогаю своим трудом. Теперь я стану частью этого проекта. И обязательно сюда приду, когда он наконец-таки завершится. И еще раз, по статистике, с 2014 года своим собственным трудом в проектах программы поддержки местных инициатив приняли участие более 8 тысяч человек. Я буду 8 тысячи первая, например. А еще мне модная кепка. Хорошо работает группа в белых футболках и модных кепках с символикой программы поддержки местных инициатив. Это сотрудники Краевого Минфина. Как настроение? Боевое, рабочее, отлично все. Почему решили поддержать местные инициативы вот таким образом, своим трудом? Ну, а почему бы и нет? Мы все говорим, что надо работать, надо стараться. Вот решили своим примером показать, что это тоже полезное дело. Нужно помочь местным инициативам, не только поддержкой консультационной, но и физическим трудом. Мы своим субботникам подаем пример остальным жителям Ставропольского края о том, что такое вклад жителей вне денежной форме в реализацию проекта. То есть можно поучаствовать таким образом в благоустройстве своего города. В этот день сотрудники регионального Минфина преследовали сразу две цели. Сделать Солнечнодольск чище и лично увидеть, как идут работы по благоустройству центральной набережной. Настроение прекрасное, потому что мы сразу убиваем два зайца. С одной стороны, Министерство финансов курирует такой замечательный проект поддержки местных инициатив. А теперь мы решили поучаствовать и трудом в реализации одного из них. Ну вот вы видите, да, прекрасное озеро. Солнечнодольский будет, надеемся, теперь хорошее место для прогулок. Вот эта набережная, она давно исторически сложившаяся, но приводить ее в порядок нужно. Работы выполняются, заканчивается уже все, поэтому мероприятие по благоустройству. Соответственно, мы посчитали для себя возможным принять участие в субботнике, который организовала администрация городского округа. Работа на свежем воздухе, прекрасная погода, понимание того, что ты включаешься в тот процесс, в который включены уже очень много наших жителей Старопольского края, наших земляков. Идею отремонтировать центральную набережную Солнечнодольска предложили сами жители. Это главные условия краевой программы поддержки местных инициатив. Работы по благоустройству уже идут к завершению. Сейчас стелят асфальт. Уже в ближайшие недели набережная изменится до неузнаваемости. Кроме, скажем так, асфальтирования, кроме новых бордюров, которые мы здесь видим, это будет зонный отдых. Это лавочки, это будут урны красивые, это будет освещение. И здесь уже система освещения практически завершается. Новые, абсолютно энергоэффективные фонари, которые здесь будут. И сама, скажем так, структура вот этой набережной, вы видите, тенистые аллеи и так далее, вот это будет, ну, практически парковая зона. Люди, принимая участие на самом начальном этапе, что же мы все-таки будем делать, они выбирают наиболее для них важный, и это все на конкурсной основе. Больше голосов, пожалуйста, давайте будем делать. При этом люди, конечно же, непосредственно участвуют, не только деньгами, участвуют своим трудом, и это тоже принимается, это тоже одно из условий программы. И, естественно, затем уже, это уже по прошлому году мы это прочувствовали, увидели, когда люди вот просто настолько следят тщательно за состоянием, настолько требовательны не просто к властям, а, ну, своим же согражданам, которые где-то немножко, может быть, ну, какие-то вопросы проблемные возникают, они никогда не проходят мимо. То есть эти уже объекты, они для людей дороги. Это объекты, которые они делали, это их объекты. Естественно, соответствующие отношения, поэтому это очень важно, очень. На масштабное преображение набережной потратили около трех миллионов рублей. Десятки местных активистов помогли своим трудом на всех этапах благоустройства. Выходили на субботники, очищали прибрежную зону водоема. Кстати, в программу поддержки местных инициатив активно включились все поселения из Обильненского городского округа. В прошлом году на карте округа появились 15 проектов благодаря программе. И вот-вот, еще торжественно будут открыты еще несколько объектов. О них мы еще расскажем в следующих выпусках программы «Время – дело». Ну, а пока вернемся к субботнику. Мне нравится так работать. Вот так готова работать сутками. Прекрасно, замечательно. Я не сомневаюсь. Вообще, чудесно просто. Прекрасный вид. Вот, Коля тоже работает. Коль, какого у тебя работают? Я хорошо. Я хорошо. Там хорошо. А вот там люди правда работают. Ну что, друзья, ударно подрудились. Теперь пора отдыхать. Отдыхать мы поедем вот на тот берег водохранилища. Но это уже без камеры. Ну, а почему бы и нет? Ну что, Маш, на сегодня все рассказали? Да, на сегодня у нас все. Надеемся, вам понравился наш выпуск. А мы с Ромой отправляемся в путь снова, чтобы продолжать составлять экскурсионный тур по Ставропольскому краю. И увидимся с вами ровно через неделю в 8 вечера на своем ТВ. С вами были Роман Выстаров. Мария Гнездилова. Пока-пока. Спасибо, чьи ребятушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова